Если вы читаете интернет, вы должны были читать на прошлой неделе огромное количество комментариев негативных по поводу того, что происходило на площади национального собрания. Я сейчас имею в виду... Это вы на каком сайте? На многих. А ладно? И это писали не только те, кто протестовал за забором 9 мая. Это писали очень многие люди, которые говорили, что было ощущение, что Молдава, и вообще Молдова, присутствует на чужом празднике жизни. Приехало российское посольство, организовало концерт. Приехали российские звезды, российские политики, выступали на сцене. И все мы как будто бы участвовали на чужом празднике. У вас не было такого ощущения? Наталья, поверь мне, я совсем не хочу тебе сегодня сделать столько комплиментов, но ты опять попала в десятку. А знаешь, в чем позор самый большой? Что этот праздник организовало не молдавское правительство, и не власть молдавская, а организовала Россия, организовала Москва. Вот этого надо стыдиться нам, молдаванам. Сколько тысяч человек погибли в годы Великой Чести войны? Сколько односельчанин вернулось? 867 памятников погибшим воинам на территории Молдовы расположено, которых мы в будущем власти всех реконструкторах восстановили. Нам надо стыдиться, что мы не сделали этот праздник, что мы праздновали на деньги России, на деньги российского посольства. Вот в чем мне было стыдно 9 мая за Молдову, за страну, за тех солдат, за тех людей, которые погибли в годы Великой Честной войны. Вот это мне было стыдно. Спасибо тебе, что ты этот вопрос задал. Ну, Владимир Николаевич. Очень благодарен. Честное слово. Я стыдился в тот день. Позор, что мы не сумели это сделать. И ждали, чтобы нам приехали и пели из Москвы. И платили деньги за концерты из Москвы. И сделала нам это Россия. Стыд и позор и срам этой власти. И Дарину Киртаку тоже было стыдно. И он вышел с предложением. Да пошел он этот ваш Дарин Ильич Честной. И он вышел с предложением, чтобы отныне 9 мая на площади Национального собрания праздновался День Европы. И только... Пусть он выйдет с предложением анголировать закон о недискриминации. Владимир Николаевич, все-таки...